Всю эту неделю Минск в центре международной политики. Встречу основной группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности объединила топовых европейских политиков, глав государств и премьеров. Сегодня заключительный день форума. Один из его участников – премьер-министр Молдовы снова во Дворце Независимости. Глава белорусского государства Павел Филипп провели двустороннюю встречу. Основное внимание уделили экономике. Беларусь входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Молдовы. По итогам прошлого года товарооборот Минска-Кишинева приблизился к четверти миллиарда долларов. Но потенциал куда больше. Страны намерены значительно поднять уровень экономического взаимодействия. Павел Филипп прибыл с внушительной делегацией из 20 человек. В белорусскую столицу они прилетели первым прямым рейсом Минска-Кишинев. Кстати, премьер Молдовы пообещал тысячному пассажиру экскурсию в правительство. Благодарю вас за то, что вы нашли время приехать в Беларусь. То есть, кроме обсуждения проблем в составе основной группы Мюнхена, у вас есть возможность еще раз взглянуть на Беларусь, посмотреть, где мы недорабатываем. Это очень важно, особенно с точки зрения правительства. И возможно найти новое направление сотрудничества. Конечно, с Молдовой у нас сотрудничество давнее. Мы уже определились, по многим направлениям идет сотрудничество. У нас и товарооборот приличный уже, но на полмиллиарда надо выходить однозначно. Мы имеем такие возможности. Ну и добавлять к тем традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют. Мы, встречаясь с Гомеле, с президентом Украины, посвятили часть нашего разговора Молдове. Он рассказывал свое видение развития Молдовы. Я, конечно, переживал за то, чтобы не было препятствий нашему сотрудничеству. Я получил полную поддержку и заверение, что Украина всегда будет способствовать нашему сотрудничеству. Что касается контрактов, мы наконец открыли рейс Кишинев-Минск. Я уверен, что это будет нормальный рейс, загруженный рейс. Наши люди туда с удовольствием будут летать, ваши будут приезжать и прилетать к нам. Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма и так далее. Это новое окно возможностей. Вот он, дополнительный проект, о котором мы с вами когда-то договаривались. Наконец-то мы его начали реализовывать. И вот желательно, чтобы мы с Молдовой потихоньку добавляли все новые и новые направления сотрудничества. И вот, возвращаясь к тому, что я сказал, ваш визит важен еще тем, что вы можете найти эти направления, если это будет интересовать Молдову. Мы всегда откликнемся. Я еще раз повторяю, закрытых тем для сотрудничества с вашей страной у нас абсолютно нет. Когда мы говорим о сотрудничестве между двумя странами, там дипломатические отношения, политические, простой народ смотрит на это как на какую-то стандартную фразу, которую слышат по телевизору или в пресс-коммунике. Но на этот раз мы это показали народу конкретные действия. Например, этот прямой рейс Минск-Кишинев, на котором я прилетел, был одним из первых пассажиров. Поэтому я абсолютно уверен, что он будет загруженный рейс. Мы смотрели очень много хороших стыковок и в Кишиневе, и здесь, и в Минске. И спасибо вам большое за Михаил Иванович, что он находится во главе сопредседателя межправокомиссии, с нашей стороны, министр экономики Кирилл Габурич. И они очень так детально и ответственно относятся ко всем задачам, которые стоят перед ними. Есть план действий, конкретно за каждым проектом следим, чтобы вовремя было исполнено. В Минске и Кишинев связывают давние добрые отношения и прочные связи. Это подтверждает и регулярность контактов на высшем уровне. В апреле этого года глава белорусского государства посетил Молдову с официальным визитом. Часто политики видятся и на полях различных саммитов. В мае в Сочи Молдова получила статус наблюдателя при Евросийском экономическом союзе. А на недавнем саммите СНГ в Душанбе Александр Лукашенко и Игорь Дадон лично обсудили перспективные направления взаимодействия. В Молдове действует более 60 представительств и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе 3 сборочных производства. На улицах столицы можно заметить белорусские троллейбусы, собирают в Молдове и тракторы. 70% аграрного автопарка, а это более 35 тысяч машин бренда МТЗ. По итогам недавней межпредкомиссии у стран появились новые проекты. Есть конкретные договоренности по сборке мини-тракторов о сотрудничестве в сфере здравоохранения и участие белорусской стороны в проекте по реконструкции и строительству дорог в Молдове.